В эфире новости 1-го Карагандинского в студии Мирамгуль Салкимбаева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Брусчатку для благоустройства парков Караганды закупали с нарушением закона. В октябре пройдет бесплатная вакцинация против кори. В Караганде будут проходить съемки пятой части «Путь лидера». Брусчатку для благоустройства парков Караганды закупали с нарушением закона. Об этом в ходе суда по делу Ахметова заявила экс-руководитель управления парком Караганды. Какой главный вопрос бывший Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев задал Лязат Айтмагамбетовой? Смотрите в следующем материале. В начале судебного процесса представитель Фемиды процитировал слова Лязат Айтмагамбетовой, которые нагласила государственному обвинителю. Бауржан Абдишев, используя свои служебные полномочия в нарушении закона нашей страны о конкуренции, предоставил ТО «Евростандарт Караганда» преимущественное право в реализации материала. Это обеспечило получение товарищества в доходах в размере 88 881 300 тенге. Кроме того, преступными действиями Абдишева, совершенные с участием Мухтаром Адамбековым и Айдосом Жакеновым, повлекли тяжкие последствия. Они выродились в подрыве авторитета государственной власти в глазах народа Казахстана, нарушили законные интересы ТО «НТПстрой» и «Ютокстройинвест». А также причинили материальным улучшением организации в виде упущенной выгоды в размере 7 666 275 тенге. ТО «Рэмстроймедиа» на сумму 2 285 500 тенге. ТО «Азиямаркет» на сумму 121 725 тенге. ТО «Хасква-Рылоскорестар» на сумму 66 150 тенге. ТО «Батаржасау» на сумму 271 950 тенге. ТО «Токежоу» на сумму 504 950 тенге. ТО «Казмед» на сумму 180 000 тенге. КГП «Управление парками, культурой и отдыхами сферами» на сумму 3 636 000 тенге. В ходе следствия было выяснено, что управление парками закупали тротуарную плитку у компании «Евростандарт Караганда». Бюджетная программа, составленная по смезе, позволяла производить закуп брусчатки по завышенной цене. «Евростандарт Караганда – это самый дорогой продавец или были продавцы, которые дорожки продавали?» «На тот момент я не работала с другими продавцами, это первое. Во-вторых, «Ютекс» покупал дорогую брусчатку «Унифедова», у него тоже была почему-то такая цена чуть дороже, потому что у него была она цветная, она была и желтая, и черная. Возможно, это повлияло на стоимость подороже. Далее в суде слово предоставили экс-акиму Карагандинской области Бауржану Абдишеву, который задал вопрос Лизат Этмагомбетовой. Чиновник поинтересовался, давал ли он указание покупать плитку именно у компании «Евростандарт Караганда», на что был получен следующий ответ. «Давал ли вам личное указание покупать именно брусчатку «Евростандарт Караганда»?» «Кто?» «Нет, я работала с Муфтарой Екатич Азербайковой». Что касается того, знала ли теперь уже бывший руководитель управления парков Караганды о том, кому принадлежит предприятие по производству брусчатки, интересы которого лоббировались, свидетель отвечала неоднозначно. Николай Кровец, Жаслав Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В развитие малого и среднего бизнеса нужно привлекать сельских жителей. Такое поручение управлению предпринимателей сегодня сделал Аким области Нурмухамбет Абдебеков. Кроме того, глава региона отметил, что нужно усилить проводимую работу по предоставлению мер государственной поддержки, также по поиску новых бизнес-инициатив. Акиматам городов и районов обратить внимание на развитие начинающих предпринимателей и продолжить работу по поддержке действующих предпринимателей. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков призвал чиновников сельских местностей больше уделять внимание новым бизнес-начинаниям. Людям нужно правильно рассказывать о инструментах поддержки со стороны государства. В частности, давать потенциальным бизнесменам информацию о субсидиях и помощи, которую они могут получить в фонде ДОМУ. Управлению предпринимательства совместно с Акиматами регионов, региональной палатой предпринимателей по согласованию активизируют работу по поиску новых бизнес-инициатив. Эта работа всегда должна проводиться. В ходе заседания чиновники обсудили реализацию программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Со слов докладчиков, всего региональным координационным советом одобрено более 750 проектов, а за 7 месяцев текущего года – 136 проектов на сумму 11,5 миллиардов тенге. Около 40 из них – бизнес-инициативы предпринимателей моногородов. По инструменту микрокредитования в 2015 году предусмотрена сумма 152 миллиона тенге. Кредиты, как и в прошлом году, планируются выдавать через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства под 6% годовых. В настоящее время правила одобрены на заседание правительства, однако официального публикования еще не получили. Несмотря на то, что финансирование есть и оно доступно, жители сельских регионов не спешат воспользоваться ею. Особенно мало заявок от начинающих бизнесменов в Актогайском, Асакаровском, Нуринском районах. Также нехватка пропаганды отмечается в городе Приозерск. В связи с этим глава региона Нурмухамбет Абдебеков поручил чиновникам исправить эту ситуацию. Аймамрина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В Караганде будут проходить съемки пятой части «Путь лидера. Так сложились звезды». 22 и 23 августа будет перекрыт перекресток Бухар-Жирау. В продолжении знаменитой эпопеи казахстанцы увидят смену актерского состава. Главного героя, будущего президента страны, будет играть актер Берри Кайджанов. Амина Смакова более подробно. В шахтерской столице будут проходить сцены массовок. Участникам в сутки будут платить 5000 тенге. Будут разыгрываться сцены бунта шахтеров 1989 года. В продолжении эпопеи будут рассказываться о том сложном пути Казахстана к независимости. Эта картина о становлении Казахстана как страны, о трудном пути ее к независимости. В этой картине будут показаны самые все драматические события, которые наш народ пережил за 10-15 лет до принятия независимости. Режиссер картины Сергей Снежкин, это российский режиссер, оператор-постановщик Сергей Мочильский, это тоже очень известный оператор-постановщик российский. В общем, группа у нас такая интернациональная. Общий хронометраж картины 3 часа и 11 минут. По словам продюсера, в ней будет очень много больших сцен. В декабре этого года ко Дню независимости состоится премьера. В массовке в Караганде 21, 22 и 23 августа могут принять участие все желающие. Более подробно о съемочном процессе на следующей неделе. Амин Асмако, Исламбек Аспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В октябре пройдет бесплатная вакцинация против кори. Это мероприятие предотвратит остроинфекционные заболевания и уменьшит число невакцинированных людей. Оздоровительная акция начнется с 1 октября на территории области. Подробнее в следующем сюжете. Опасность заболевания кори возросла в связи с тем, что в последнее время увеличилось количество родителей, которые отказываются вакцинировать своих детей. Прививка – единственная защита от кори. Иммунизация будет проводиться лицам в возрасте от 15 до 29 лет в прививочных пунктах территориальных организаций здравоохранения. Более подробную информацию вы можете получить на сайтах Управления по защите прав потребителей, Управления здравоохранения и также в вашей территориальной поликлинике. Дорогие и уважаемые родители, мы вас сегодня призываем вакцинировать своих детей, так как здоровье ваших детей находится в ваших руках. Поэтому своевременное получение прививки – это гарантия вырасти здорового гражданина нашей страны. Кори опасна своей высокой заразностью. Источник заражения – больной человек. Заражение происходит через воздух при контакте с больным. Через 9-11 дней после заражения возникают первые симптомы заболевания. Максимально длительный инкубационный период – 17 дней. На данный момент кори занимает лидирующее место среди инфекционных заболеваний. Чаще всего кори заболевают дети. Но вирус кори передается и взрослым. Непривитые лица, ранее не переболевшие кори и не имеющие к ней иммунитет, почти стопроцентно ей заболевают. Период заразности кори ограничен, но она столь сильна, что провоцирует заболеваемость целой группы людей в ограниченный период времени. Корь может дать серьезные осложнения, как слепота, воспаление головного мозга, инфекция уха и пневмония. Амина Смакова, Исламбек Аспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В шахтерской столице стартовала благотворительная акция «Вкладываем в будущее». Детям-сиротам из Караганды открыли накопительные счета в банке с первоначальной стартовой суммой. Такую денежную поддержку малышам решили оказать предприниматели нашего региона во главе с партией «Нуратан». В здании Карагандинского областного филиала партии «Нуратан» сегодня собрались необычные гости. Четверо малышей в центре внимания. Им сегодня подарили путевки в будущее, сертификаты и депозиты в банке. На них уже лежат деньги от некоторых предпринимателей и депутатов, которые изъявили желание помочь детям получить высшее образование. Акция проходит в рамках нашего партийного проекта, который называется «Вахта балла» – «Счастливое детство». Основная цель сегодняшней акции – это открытие государственных образовательных накопительных вкладов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Жумабике Омирбаева – опекун троих детей. Старшие уже определили свой путь, поступили на учебу. Сегодня сертификат и накопительный счет получила самая младшая дочь Жумабике – Адеме. Она только перешла во второй класс. Поэтому такая забота о ее будущем радует близких. Данную акцию поддержали партийцы. Первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии «Нуратан» Кадиша Успанова, депутаты областного масляхата Аскар Сарсикенов и Айхамбай Кудабаев, а также генеральный директор ТОО «Бекемпласт», член комиссии партийного контроля Сергей Вадько. Призываю общественность, всех предпринимателей, бизнесменов, просто людей, которые не безразличны, в будущем, в тех силах, в будущем нашего государства принять в подарок в своем участии. Деньги на счетах получит еще и поддержку государства. На общую сумму вклада ежемесячно будут начисляться бонусы в размере 10%. Также в начале каждого года в январе будет прибавляться 7%. После достижения совершеннолетия дети смогут использовать средства с накопительного счета на оплату высшего образования. До конца года партия «Нуратан» планируется открыть около 3000 таких вкладов. Айамамлина, Исламбегуспан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Эстафета памяти. Под таким названием в Караганде состоялась фотовыставка, приуроченная к 70-летию Великой Победы. Жители шахтерской столицы получили возможность лицезреть необычные снимки военных лет. На кадрах – жизнь, военные годы, кадры с полей сражения, лица героев. На уникальной фотосушке побывал и наш корреспондент. В парке Победы все как в годы войны. Девушки-экскурсоводы в гимнастерках и пилотках. Ненавязчиво, но очень душевно звучит живая музыка. Популярные песни военных лет исполняются под сопровождение баяна. Фотографии, развешенные на веревках с помощью обычных прищепок, как бы рассказывают о суровых буднях простых граждан, о боевых действиях, о горе и радости. Проведение фотосушек практикуется в Караганде уже не первый год. Особенностью данной фотосушки является то, что любой житель нашего города может в свободном формате ознакомиться с тематическими фотографиями. Посмотреть на летопись прошлого и познакомиться с историей Великой Победы приходили даже с детьми. Горожане рассматривали снимки и фотографировались. Сегодняшняя наша фотосушка называется «Эстафета памяти» и посвящена она 70-летию Великой Победы. Фотографии расположены в порядке хронологии, начиная от объявления войны, военных действий и самой Победы. Организаторы фото-выставки планируют проводить такие мероприятия чаще, ведь никто и ничто не должно быть забыто. Аймам Редажа Сулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Накануне состоялось заседание Бюро полицовета областного филиала партии «Нуратан». Были рассмотрены вопросы об эффективности работы областных партийных кураторов по направлениям предвыборной платформы партии «Занятость и доходы населения», системы государственного управления, реализации партийных проектов и многие другие. Подробнее в следующем сюжете. Участниками заседания были представители первичных партийных организаций, члены бюро, депутаты маслехатов. Каждый задавал интересующие вопросы. В ходе мероприятия шло активное обсуждение результатов проверок контрольно-ревизионной комиссии Карагандинского областного филиала партии по исчислению и уплате партийных взносов территориальными филиалами партии. Также были рассмотрены такие вопросы, как предложения по усовершенствованию работы, анализ деятельности первичных партийных организаций, территориальных филиалов партии за первое полугодие 2015 года в Караганде, Каражале и Актагайском районе. Немалое внимание было также уделено предпринимательству. У нас создан общественный совет по поддержке предпринимательства. Мы будем утверждать сегодня положение, план работы этого общественного совета по поддержке предпринимательства. Помимо этого участниками была затронута тема поручения главы государства в послании народу Казахстана Нурлы Жол путь в будущее о целевом и эффективном использовании средств, выделяемых из национального фонда. Амиас Макова, Исламбек Аспан, Арман Нартаев, Первокарагандинский. Это была последняя информация на сегодня. Если у вас есть интересные новости, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире.